В водительскую главу об административных правонарушениях внесены некоторые поправки. Разработанный законопроект подразумевает отказ от штрафа за незначительные правонарушения, не приносящие вред другим автомобилистам и пешеходам. Это значит, что, завидев издалека машину ДПС, рулевому, у которого не включены поворотники, можно не переживать. Словом, таких изменений немало. Предупреждением ограничатся сотрудники госавтоинспекции и в случае, если автомобилист забыл дома права или документы на машину. Помимо этого, денежного наказания избегут автолюбители, чьи номера не протерты от грязи или транспорт имеет мелкие неисправности. Также на первый раз водителю простят маневр, перед совершением которого он не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги. Однако за рецидив нарушителю уже будет грозить штраф в размере 500 рублей. Послабление режима связывают с тем, что если применять положение перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует остаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта. Так говорится в пояснительной записке к документу. По словам автора закона проекта, депутата Государственной думы Николая Новичкова, административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям, необходимо снизить. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе. Но без кнута в этой истории тоже не обойдется. Наряду с отказами от штрафов за мелкое баловство грядет ужесточение наказания за серьезные правонарушения. Так, например, беззаботным родителям, которые перевозят ребенка без детского кресла, придется заплатить 5000 рублей вместо трех. Денежное взыскание в таком же размере грозит и за непристегнутый ремень, причем как у рулевого, так и у пассажиров. Основная задача подготовленных поправок – смягчить санкции за мелкие проступки и ужесточить наказание за нарушения, которые потенциально могут привести к тяжелым последствиям, говорит автор поправок.